всем привет добро пожаловать на подкаст вернувший миссионер здесь мы говорим про миссионеров церкви иисуса христа святых последних дней о том кто они такие зачем они едут на миссию приглашаем разных ребят которые служили на миссии сестер как называют братьев или старейшин будем с ними разговаривать пройти интервью также будем просто беседовать на темы о евангелии и небольшой экскурс расскажу вам крытки миссионеры возможно было возможно видели ребят белых рубашках черными табличками приходит подвое парней призывают на два года девчонок на полтора года служить на миссии и куда они поют они не знают и что они там будут делать они в общих чертах представляют рассказывать и евангелие людям но том как она там как это происходит мы как раз таки будем с вами здесь обсуждать и сегодня у нас в гостях одна из самых замечательных миссионер которые я только знаю моя любимая супруга ирина никифоров привет всем привет спасибо что ты согласилась сегодня поучаствовать в этом нашем подкасте радости хотел бы немножечко тебя спросить о том как ты вообще попала в эту церковь и что привело тебя к тому что ты решил поехать на миссию да но мама моя встретила кстати говоря недалеко от дома двух парней которые собирали мусор миссионеры они не только проповедуют словами евангелия также делами и вот два миссионера до старейшины убирали мусор по весне около нашего дома и она так обратила внимание потому что у меня старший брат нуждался в хорошей компании на тот момент и она так невольно искала ему рядом каких-то хороших друзей ребят и вот тут эти парни которые собирают мусор около дома я подумала ничего себе досуг и вот как-то она стала их периодически встречать и потом позже нас свела судьба через нашу общую знакомую я училась в школе в первом классе и выяснилось что одна девушка девочка была членом церкви иисуса христа святых последних дней наши мамы подружились и она как-то позвала нас на пикник так началась наша история знакомства с церковью но миссионеры были очень очень такой большой важной частью всей этой истории и получается а ты а ты помнишь вот этот момент когда мама встретила миссионеров или он как бы ты была слишком маленькой нет я помню они приходили к нам домой первая встреча на которой нас обучала даже помню его имя потому что она ассоциируется с рестораном быстрого питания макдональдс он был старичный макдональд вот и как-то может быть он родственник не уточняла я но он был очень харизматичный добрый искренний парень и и его напарник тоже и в принципе от них веяло добротой и тем что очень было нужно на тот момент нашей семье которая проходила через испытания как и у многих это бывает вот и получается мама стала членом церкви я позже когда мне было 13 лет крестилась вот и у меня всегда было такое желание служить на миссии потому что мне казалось что какой-то вот какая-то магия там вершится миссионеры они всегда такие позитивные такие деятельные улыбаются я думала что что такое мне хотелось быть с ними больше и возможно в будущем делать то что они делают и со временем когда уже подошло время решать ехать мне или нет делая долгую историю короткой во мне все же было такое огромное чувство благодарности которое мне хотелось подарить что ли этому миру и небесному отцу богу в которого я верю за все те знания которые пришли в мою жизнь благодаря евангелию вот и я решила ехать на миссию мой парень на тот момент нынешний мой муж он да он уже служил на миссии и мы дружили на тот момент два года два с половиной и все было так серьезно что он уже был фактически в моих мыслях моим женихом вот и поэтому у нас были планы жениться скорее всего после того как он вернется с миссии а я еще училась ну и короче такая была накладка некоторых мирских взглядов на духовные и выбор пал в пользу духовного на тот момент и оглядываясь назад я понимаю что я ничего не потеряла то есть мне можно было бы продолжить работу мне грозило повышение на тот момент на работе можно было бы параллельно при этом закончить университет скопить денег на свадьбу то есть звучит это все очень логично и в принципе зная о некоторых вещах как мои родители так и руководитель миссии они мне говорили что может мне не стоит ехать может мне стоит все же сделать все что необходимо сделать но у меня было такое желание и плюс еще со стороны Димы было такое письмо что может все же тебе стоит подумать и поехать он наверное он переживал что меня уведут у него определенно эти два года а все же на миссии ты когда служишь там есть такой попытки были кстати там есть такой обед это опустим там есть такой обед когда ты ну не встречаешься с парнями будучи девушкой а парни не встречаются с девушками то есть они отдают свою жизнь Богу этот период своей жизни не строят отношений семейных или каких-то других вот так что вот и я решила ехать и несмотря на то что были некоторые препятствия президент миссии говорил что мне нужно все же закончить университет скорее всего это будет разумнее и родители тоже говорили ну мы же платим за эту учебу ну это наверное попозже сюда вернемся чтобы длинно нас не было таким вот вот ты сказала по поводу руководителей руководители каким-то образом влияли на на принятие решений я знаю что многих ребят которые едут на миссии на миссию или собираются их на миссию они идут к руководителям для того чтобы посоветоваться что им делать и как быть потому что ситуации разные бывают бывают сложные советуются с друзьями также но вот руководители прям церкви занимают особую роль несмотря на то что они не получают деньги за свое служение они являются духовными лидерами и ребята идут к ним чтобы посоветоваться ехать им на миссию или нет когда ехать так как парням это обязательно поэтому вопрос именно может быть когда а для девчонок вообще ехать или нет и я вот слушал или читал одну статью где сестра девушка пришла к епископу чтобы посоветоваться ехать ей на миссию или нет и он вот так вот руками всплеснул он сказал конечно тебе нужно ехать на миссию и все она такая это был как бы последний для нее такой знак что ей нужно ехать на миссию в твоем случае я понимаю было немного по-другому да вот расскажи поподробнее как же это было тебе да в моем случае когда я пришла к президенту миссии на тот момент я сказала что вот я хочу служить он сказал подожди подожди а ты разве не учишься у тебя по-моему там уже последний курс ты заканчиваешь вот и я такая ну да он такой ну учеба тоже очень важно и так как президент миссии на тот момент мне был близок я служила с ним в призваниях да и он знал про то что у меня есть молодой человек который служит на миссии звучала мысль о том что дождется ли он меня если я пока собираю документы мы разменемся на полгода что вот риски-риски со всех сторон вот а мне как-то виделось все проще я как-то решила что надо пользоваться возможностью и действовать и я не отступала в своем желании что привело к результату я подала документы и получила призвание служить в новосибирской миссии ну то есть тебя не смутили его наставления прям такие очень активные чтобы остаться дома и закончить учебу и так далее что уж тут было такое отправное а последней точкой в твоем принятии этого решения ехать насколько я понимаю это нелегко все же решение было все равно ну да конечно я не знала чего меня особо ждет впереди как все это будет происходить но мною движило такое очень сильное чувство как я уже говорила благодарности небесному отцу я понимала что это некая такая форма духовной десятины да мы знаем есть заповедь которую дал бог платить десятину десятую часть от всего что мы зарабатываем во благо других да и тут тоже как бы такая часть жизни которая которую мне хотелось отдать подарить небесному отцу благодарность за все то хорошее что было у меня не знаю наверное это было в то же самое время для меня некой такой проверкой насколько сильно я хочу ехать потому что когда ты говоришь что ты хочешь ехать тебе так говорят вот как в той истории девушки да-да-да давай ты едешь тут как бы все так а тут когда тебе говорят подожди может не стоит и ты такой да нет стоит как бы и еще раз убеждаешься говоришь что все возможно все и с учебой будет хорошо и деньги потом заработаются как и случилось я вот просто почему я спрашиваю потому что мне кажется что принятие решений ехать на миссию оно связано с получением личного откровения и когда чтобы тебе не говорили люди если ты убежден в чем-то духовно то есть у тебя есть подтверждение от небесного отца о том что действительно это правильное решение то потому что для девушек ты можешь ехать ты можешь не ехать да и мне кажется это немного сложнее так вот когда ты получаешь откровение от небесного отца что да это самое лучшее что ты сейчас можешь сделать и тебе действительно нужно, и ты мне нужна там. Там есть люди, на которых ты можешь повлиять, которым ты можешь помочь, кого ты можешь поддержать. И потом вот с этим чувством, мне кажется, тебе намного легче на миссии, потому что ты знаешь, что Бог хочет, чтобы ты была здесь в это время, в этом месте. Да. Как мы знаем, девушкам служить не обязательно. Если у них есть желание, то они могут поехать служить. Но в моей ситуации было так, что мой парень, он был на миссии, и у меня было время служить, мне в других вариантах выйти замуж. Ты можешь говорить, что ты был на миссии. Ты был на миссии. Немного странно звучит, да. Ты был на миссии. Как будто у тебя был какой-то другой парень, кроме меня в том моменте. Вот. Ты был на миссии, и получается... Ну, просто я имею в виду с точки зрения девушки, да, если у неё уже есть парень, с которым она хотела бы связать свою жизнь, то я вот к этому, чтобы было какое-то такое обобщенное представление, что мне на тот момент было... У меня было время, у меня реально было время служить. Потому что все ситуации индивидуальны. Я знаю девушку, у которой было предложение, и вот она решала, ехать или не ехать. Знаю ту, которая поехала, и парень её дождался, и у них семья счастливая. С предложением. Она с предложением ехала. А он её ждал. Он её ждал. А знаю другую ситуацию, когда она вернулась, то есть она решила не ехать. И у них тоже семья, и все счастливые. То есть сначала он сделал ей предложение, она уехала, а потом решила вернуться. Было такое, было и другое, когда предложение было сделано, а девушка всё же решила сначала отслужить, а потом создать семью. Поэтому для девушки это чуть-чуть иначе. Может быть, в какой-то степени кому-то покажется сложней, а на мой взгляд, наоборот, ты уже действуешь, исходя из своей жизненной ситуации. Поедешь – хорошо. Если ты выйдешь замуж, не поедешь – тоже хорошо. То есть вот так. Супер. Хорошо. Слушай, ну вот ты решила, ты поехала на миссию. Вот расскажи, как это было вкратце? То есть что происходит после того, как ты документы все собрала? Ну, про документы, наверное, не будем там. Но вот ты собрала чемоданы, и куда ты дальше двинулась? Что дальше было? Да. В моем случае я была призвана в Новосибирскую миссию. Мне не нужно было изучать другой язык. Но тем не менее у меня была возможность и привилегия отправиться в школу для будущих миссионеров. На тот момент все ездили в Salt Lake City. Там я была около месяца. В Прово. В Прово, наверное. В Прово. Да, в Прово. В Salt Lake City рядышком там. Вот. И мы обучались. У нас был такой интенсив. Мы практиковали разные... Рассказывали, как зомбировать людей. Ну, не совсем. То есть у нас есть некоторые уроки, как у миссионеров, да, которые мы с людьми разучиваем. Ну и мы многому сами учились, на самом деле, как это все происходит. Представляли ситуации, в которых мы, возможно, окажемся, как нам разговаривать, как нам себя вести. И там еще, помимо этого, очень много вещей, связанных с прививками, параллельно с тем, чтобы тебе, если недостаточно одежды приличной, подобрали там. Плюс еще было очень много важных, вдохновляющих обучения от апостола, например, от руководителей таких серьезных. Еще вот я просто хотел обратить внимание, почему я сказал про зомбирование. Многие люди думают, что верующие, а не зомбированные. Что если бы, ну и особенно члены церкви Иисуса Христа в последних дней, потому что они не от мира сего, они много странные. Да, мы немного странные, что поделаешь. Так вот, когда ты вырвалась, по сути, уехала из своего пузыря, в котором ты жила, из своего общества, в котором ты жила, друзей, которых ты знала, и уехала в другую страну, в другую культуру, в Центр подготовки миссионеров. И ты там увидела, потому что в Центре подготовки миссионеров около двух тысяч миссионеров одновременно прибывает. И ты увидела вот как бы продукт или плоды вот этой религии, этой веры, да, люди, которые хотят проповедовать Евангелие. Какое у тебя впечатление было, когда ты увидела вот эту массу миссионеров там? Массу, хорошо ты сказала, массу. Нет, конечно, это здорово, когда ты молод, полон сил, и вдруг ты оказываешься объединён такой целью великой с другими, и у тебя есть напарник, всё хорошо продумано, организовано для тебя, ты не беспокоишься о том, что тебе кушать, да, там есть столовая, и у тебя есть ночлег, ты сосредотачиваешься на чём-то возвышенном, и ты не один в этом. И вы друг друга поддерживаете на этом пути, там есть свидетельские собрания, например, да, по воскресеньям, или же тоже во время обучения мы друг другом говорим. Как мы там пытались поддерживать тех, кто на иностранном языке проповедует, то есть тот, кто ехал в Россию, на нас практиковались уроки, как это будет, если ты вот с носителем языка общаешься. И, конечно же, все местами чувствовать себя неуверенными, кто-то может всплакнуть из-за того, что тяжело, или вот нет привычных способов, как ты со стрессом привыкла, ты уже не можешь уединиться, уйти на полдня, или позвонить маме, или ещё что-то такое. Ты как бы уже должен немного перестроить свою жизнь, приоритеты. И вот, да, это особенное место, особенное чувство, и даже не знаю, что ещё сказать. Да, Центр подготовки миссионеров, который вправо находится, удивительное место, я согласен, то, что там бывало. Так вот, когда ты была, ты оказалась в Центре подготовки миссионеров, и тебя там познакомили с твоей первой напарницей. Ты уже тогда, наверное, понимала, что ты будешь с напарниками, напарницами в протяжении полутора лет 24 на 7. Да. Как вот это твой опыт быть с кем-то 24 на 7? Потому что даже мы с тобой не находимся 24 на 7. Как вот это было сложно, трудно, легко? Да. Было по-разному. Было по-разному. И вообще, мне кажется, это очень классная школа такая, потому что напарники, напарницы у тебя меняются периодически, и ты иногда можешь вести себя немного не так, да, совершать ошибки, и потом у тебя раз, такая зачистка, и новый человек с тобой рядом, и ты можешь уже, извлекая опыт из прошлого напарничества, что-то делать. Вот. Здорово, опять же, повторюсь, когда у тебя есть одна цель, и в большинстве едут на миссию именно с целью проповедовать Евангелие, всё же бывает иногда, наверное, исключения. Были у тебя? Исключения? На миссии. Ну так, чтобы прям как-то кардинально, у меня вообще все мои напарницы были мною очень любимыми, и сейчас сказать, что у кого-то там были какие-то другие цели, не-не-не, только не мои напарницы. Ну потому что, конечно, так же... Ира не разглашает персональную информацию. О, нет, просто мы же молодые, и понятное дело, что девчонки... У меня-то был парень, у меня ты был, понимаешь? А там, понятное дело, что у всех всё было по-разному, и мы все вместе были, шли. Вот. Так что, что сказать? Конечно, быть вместе 24 на 7 поначалу было немного непривычно. В общем, ты говорила даже, что в туалет даже сходить особо нельзя было, без того, чтобы понять, что кто-то стоит за дверью. Да, правило у нас было такое, что если ты идёшь в туалет... У нас тут не было такого, я не знаю, что это за правила были. Да, идёшь в туалет, тебя напарница ждёт рядышком, чтобы никто лишний не зашёл, или никто не вышел, и не пошёл куда-то не туда. Да, такое вот было правило. Может быть, оно было как-то мельком сказано, но оно у меня осталось. Мы, в принципе, друг друга так-то поддерживали. Ну, это всё для безопасности нашей же. Вот. Поэтому, да. Мне кажется, что это очень классная школа перед семьёй, перед браком, научиться взаимодействовать друг с другом. И даже вот когда у вас что-то не ладится, вы всё равно должны быть вместе. Когда хорошо, быть вместе просто. А вот если вдруг произошло разногласие, и тебе нужно продолжать делать что-то вместе, это как бы требует определённых качеств и действий. Ну да. Вот. Если тебя что-то не устраивает, у нас такая задача была говорить друг другу об этом. То есть это называлось companionship inventorying. Как бы ты это на русском сказал? Ты-то, кстати, расскажи поподробнее, как это проходило, и все ли с энтузиазмом к этой теме относились? Вот. Ну не со всеми напарницами у меня прямо было вот так companionship inventorying официальный, потому что по сути что это? Это когда вот вдруг тебе что-то не устраивает, сильно раздражает, обижает, и ты находишь нужным сказать это другому в такой форме, которая не приведёт к ссоре, но, возможно, поспособствует перемене какой-то, и конфликта никакого не возникнет. Я так немного запутанно сказала, но суть такая. Получается... Рассказать о косяках друг друга. Да, рассказать о косяках друг друга. И у нас был такой день планирования, и предлагалось именно вот в этот день, когда вы планируете вместе, задать друг другу вопрос, всё ли в порядке. Или, например, так сказать, есть что-то, в чём я могу быть лучше. Кстати, вы пользовали вот такую тему, что это 10 положительных отзывов и один негативный. 10 многовато, наверное. Это прикольная практика. Хотя бы три положительных, один негативный. Ну да, чтобы тебя перекрыло комплиментами. Скажешь, слушай, мы когда кушаем вместе, ты так сильно чавкаешь, но при этом с тобой так весело на семейных вечерах, и вообще ты такая послушная, и ещё у тебя чувство юмора просто бомбическое. А порядок-то имеет значение? Сначала негативное. Сначала нужно хорошее сказать, а потом нужно сказать негативное. Ну это на самом деле приём психологический в принципе в отношениях. Ты привела один пример по поводу чавканья. А какие-то, может быть, ещё у тебя всплывают в голове? Ой, чавканье. У меня никогда такого не было с чавканьями. Я просто знаю, что некоторых это раздражает. Так даже не знаю, смогу ли я припомнить. Ну у меня были моменты... Не, не буду говорить о таких моментах. В том плане, что ничего критичного такого не было, чтобы вот прям... Я никогда не ждала понедельника, или там когда у нас был день планирования, у нас понедельник был, чтобы сказать что-то, что меня не устраивает, потому что мне казалось, это немного странно и нелепо. То есть, если меня что-то не устраивает, можно найти время и сказать, слушай, сестру, у меня тут как бы эта сложность возникла. Чего вот этот парень на тебя так смотрит, а ты как бы ему отвечаешь как-то двояко? Или просто шутила тем, что, по-моему, он от тебя запал, надо быть осторожнее. Ну иногда... Да и, наверное, не нужно было ждать целую неделю, для того, чтобы выразить какие-то свои мысли и поделиться своими наблюдениями, чтобы вообще, во-первых, наверное, это нужно было для того, чтобы поддержать друг друга, в первую очередь, и для того, чтобы решить вот эти недопонимания, которые возникают в любых взаимоотношениях. Да, и опять же, у нас на миссии есть ряд правил, например, мы там встаём в 6.30 утра, у нас есть совместное изучение священных писаний, есть изучение священных писаний по отдельности, вот, и получается много-много правил, и постоянно их соблюдать сложно. Ну как бы не то, что сложно, ты же не робот, иногда тебе бывает, что хочется, не знаю, какая-то другая потребность. Ну и получается, мне, может быть, в каких-то моментах было, мне хотелось соблюдать все правила, а моим напарницам иногда, может быть, хотелось приготовить мне вкусную еду вместо этого, и они такие говорят, а можно я вот вместо изучения языка сейчас пойду и приготовлю тебе вкусные... Попробуй откажись от такого заманчивого предложения. И ты думаешь о том, что ну ладно, тогда давай я тебе потом устрою какой-нибудь там марафон русского языка. Вот, говоря про русский язык и нерусский, у меня была половина напарниц, которые говорили на другом языке, им нужно было учить русский. Вот, это, конечно... Для них сложно. Для них сложно, да. Вот, половина была у русскоязычных, украинцы, две украинки было. Да, разные напарницы. Окей, следующий вопрос. Ну хорошо, вот вы уже на миссии. Во-первых, в каких городах ты служила? Тоже расскажи, пожалуйста. Сибирь большая? Сибирь большая. Я служила в Красноярске полгода, в Томске полтора месяца, в Омске и в Барнауле полгода. Окей. Ну, то есть вот ты оказалась в каком-то из этих городов. Как вы находили тех, кого обучать? Как вы знакомились с людьми? Вот, расскажи, пожалуйста. Да, по-разному. И было много разных способов. То есть, например, можно было, увидев человека с книгой в парке, подойти и спросить, а вы любите читать? И человек мог ответить, ну да, как бы. Вот у нас есть такая книга, и сказать там про книгу Мармона. Хотели бы вы узнать о ней больше? Наверное, в то время еще люди читали книги на ловочках в парке. Да, я сложила сколько, 13 лет назад. Ну да, сейчас, наверное, тоже можно встретить в парках там. Вот, но мы могли начинать с вопроса. Иногда бывало так, что кто-то из членов церкви приглашал друзей домой к себе и нас. Там мы знакомились, и они спрашивали просто, представляешься им, говоришь, я сестра Дегтярева. Да, моя девичья фамилия Дегтярева. Они такие, сестра? Да, я миссионерка. Церковь Иисуса Христа святых последних дней. В смысле миссионерка? И вот как бы, и как бы такой естественный такой диалог, и ты начинаешь рассказывать. Вот, мы говорим с людьми о Боге. Вы верите в Бога? И человек отвечает, говорит, ну да, я православный, я там в церковь хожу освящать яйца на Пасху или что-то другое там такое. Например, мы такие, да, мы тоже любим праздник Пасха. Ну и, а что ещё вы знаете о Христе? Хотели бы вы, например, встречаться с нами и пройти некоторые беседы, обучения? И люди часто говорили, о, да, интересно, что у вас там. Вот, очень интересно иногда было людям общаться с моими американками-напарницами. В Сибири американцы, в Барнауле, например, не так часто встретишь их. И когда они понимали, что человек с другого материка, это, конечно... Диковинка. Диковинка для них был интерес. И они расспрашивали о том, что же их привело сюда. И как тут не расскажешь. И привело их Евангелие, их вера. Ну, то есть, в общем и целом, люди положительно, я могу так сказать, положительно относились к вам и к вашему посланию? Или всё же... О, да, было. Вот, не знаю, я, конечно, на положительном всегда сосредоточена по природе своей. Но, в принципе, сам... Вот поначалу у меня даже был такой момент сложный, что было так много отказов, и люди не хотели с нами общаться, да. То есть, как бы ты ни начинал диалог, как бы ты ни был любезен, мил, сколько бы ты ни пытался, они даже не хотели памфлет взять там или ещё что-то. Ну, не хотели слышать послания. Я помню даже разговоры с моим президентом миссии, таким как бы духовным руководителем, когда я ему сказала, что так сложно слышать снова и снова. Нет, нет, нет. Это в лучшем случае нет. Бывали и другие истории. Вот. Он сказал, что ты знаешь, что говорят нет не тебе лично, а говорят нет посланию, и просто они не готовы. Это мне очень помогло. То есть, когда я в очередной раз слышала нет-нет-нет, я понимала, что мне нужно иметь такую некую броню и понимать, что это направлено на послание, а не на меня. Такой простой совет дал президент миссии, он помог мне очень. Кстати, я слышал много историй, когда люди говорили нет-нет-нет, закрывали двери перед лицом, и прям очень так, может быть, даже грубо, грубо говорили миссионерам, что они не хотят с ними общаться. И через какое-то время что-то происходило, и они меняли свое мнение. Поэтому, возможно, другие миссионеры, или, может быть, те же даже, приходили, опять стучали в дверь, и человек был открыт для общения. Потому что, по сути, как ты можешь узнать, о чем послание, если ты не остановишься и не послушаешь? Да? Если ты не дашь возможность этим людям высказаться и сказать, что у них на сердце. Потому что, я как-то сказал, американцы приезжают с другого континента, с другой страны, учат языки. Наверное, что-то важное они хотят донести. При этом они не получают деньги за это. Они делают за свои деньги, которые они копят. То есть, это должно быть по-своему, какое-то суперкрутое, наверное. Не знаю. Да. Да, это, конечно, именно так. Расскажи еще, пожалуйста, вот про выстраивание взаимоотношений. Научилась ли ты какие-то навыки приобрела по выстраиванию взаимоотношений с людьми благодаря твоей миссии? Да. На самом деле, что касается выстраивания взаимоотношений, важно их уметь выстраивать друг с другом и также с небесным отцом. Когда я приехала служить на миссию, мне казалось, что все же я подготовлена. Я была в школе для миссионеров, да, и была членом церкви продолжительный период времени, служила в разных призваниях. Вот. Но все равно мне было сложно в некоторых моментах так просто восстанавливать людей на улице, говорить с ними о вещах, которые так дороги мне, и слышать о том, что для них они не имеют никакой ценности. Вот. И как бы мне, конечно, требовалась поддержка Бога, и мне нужно было углубить свои личные взаимоотношения с ним, чтобы продолжать делать эту работу. То есть мои молитвы изменились, и мое изучение священных писаний изменилось тоже. И это, что говорит об взаимоотношениях с Богом. А что касается людей, благодаря миссионерской работе, вот служению на миссии, я была вхожа в множество домов самых разных, богатых, бедных, полных семей, неполных семей, людей одиноких, счастливых и несчастных. И удивительно то, что когда ты можешь видеть вот такое разнообразие жизней, и когда вот ты несёшь им в принципе одно и то же послание, благое вести, да, вот Евангелие, когда они подготовлены, и они принимают это послание, позволяют этому посланию действовать на свою жизнь, то есть они какие-то решения принимают. Например, идти в церковь, креститься, соблюдать заповеди, бросить курить, перестать ругаться, ещё что-то сделать. То есть ты видишь, как жизнь людей меняется, и они становятся, конечно, тебе очень близки. Это происходит всё по мере того, как ты дружишь с человеком, потому что ты как бы от сердца к сердцу это послание даришь. и сейчас я могу вспомнить множество людей, с которыми я сблизилась очень быстро благодаря Евангелию, благодаря такому общению по душам, помимо напарника, которым мы уже упомянули, да, это, конечно, очень прокачивает все возможные навыки в своем отношении, по выстраиванию взаимоотношений. Во-первых, ты больше сосредоточен в принципе на Христе, который был мастер, гуру в выстраивании взаимоотношений с кем-либо, да, и учишься у него, и в остальном все твои задачи, они заточены на выстраивании взаимоотношений с напарником, с Богом, с другими людьми. Слушай, а вот ты сказал, 13 лет прошло с тех пор, как ты, ну, примерно вернулась, да? Если ты сейчас пользуясь этой возможностью могла сказать тем, с кем ты устраивала взаимоотношения, с теми людьми, кого ты обучала, что бы ты им сейчас сказала спустя 13 лет? О-о-о-о! Да, я на самом деле я помню, как порой было очень сложно расставаться с теми, кого ты обучал, и казалось, это так несправедливо уезжать. Я помню эти прощания на перроне вокзалов, эти слёзы, когда тебя тролляет другой город, и вы вынуждены расстаться. Когда мы прощались с теми, кого я обучала, мне очень хотелось, чтобы они понимали, что важно помнить о Христе, о принятых ими решениях, о принятых ими заветах, следовать Христу. И если мы будем идти по избранному нами пути, то мы не раз ещё встретимся, потому что есть такая поговорка «Мир тесен, если ты член Церкви Иисуса Христа святых последних дней». Скажем так, она звучала короче, когда мы называли друг друга мормонами, но это не так верно, как сказать «член Церкви Иисуса Христа святых последних дней». И мы пересечёмся ещё не раз, потому что нас объединяет цели по миссионерской работе, по служению друг другу, по тому, чтобы обучаться у наших руководителей. Поэтому я точно знаю, что те, кто придерживаются избранного пути, мы увидимся ещё. И честно, у меня в глубине души есть желание однажды снова приехать в те места, где я служила, как это иногда делают миссионеры, и повидаться с теми, кто, возможно, сейчас в приходах там сильные члены Церкви. хотелось бы думать именно так. И даже если вдруг их жизнь повела в другую степь, хочется верить, что они помнят что-то не просто связанное со мной, а именно с Христом и с тем, чего Он от них ожидает. Интересно. Скажи, пожалуйста, вот было ли у тебя такое ощущение, что... Потому что миссионеры, они же ставят цели перед собой, да, и там наверняка были цели, сколько человек ты хочешь привезти в Церковь, крестить и так далее. Как вот эта целенаправленность к тому, чтобы людей привезти в Церковь, она коррелируется вот с тем, чтобы помочь им обрести Христа и изменить свою жизнь к лучшему? Есть ли здесь какой-то подвох или как-то... Не было ли у тебя диссонанса с этим связано? Был, был. На самом деле у меня есть такой небольшой дар убеждать. И шутка была такая надо мной в нашей миссии. Мне присылали таблички старейшина Дегтярева. И в определенный момент один руководитель мне сказал, что... Ну, это сейчас, конечно, я нахвалю себя. Наверное, не стоит. Но у меня получалось делать миссионерскую работу быстро. И люди были готовы креститься спустя пять встреч. Они были в церкви, может быть, два-три раза. Всё, они хотели креститься. И у меня закрадывалось некое сомнение о том, что не быстро ли это слишком. И я эти вопросы озвучивала на тот момент своему руководителю. Он сказал, что твоя задача привести людей к Евангелию, к Завету, а дальше это уже как бы их задача возрастать. Я, например, знаю про твою миссию, что не так много людей ты привёл, но тем не менее они создали семьи в церкви, они крестились, бывали в храме, активные члены церкви. А что касается меня, у нас было в каждом городе много крещений, но иногда, ещё служа в следующем городе, интересуясь судьбой тех, кто крестился в прошлом городе, я понимала, что я уезжала, и они переставали ходить в церковь. Их никто не видел и не знал. И, конечно, меня это очень сильно ранило, и я думала о том вообще, что я делаю здесь. Как бы где тут ошибка, что не так. И всё же, честно говоря, несмотря на то, что мне руководителями было сказано, что хотят креститься через две недели, пусть крестятся, я уже такому не позволяла быть. Нужно время. Потому что обращение в веру, оно требует времени. Нужно, чтобы ты выработал какую-то привычку ходить в приход, обрёл там друзей, примерно понял, что к чему. Потому что вот одна из девушек, которая крестилась, когда ей даровали Святой Дух, мы её обучали так немного, что когда её спросили о том, кто вы хотите, чтобы вам даровал Святой Дух, она сказала, можно сестра Дегтярёва? И это было, когда у нас было целое собрание людей, и мне нужно было в этот момент ей объяснить, это неловкий момент, что, к сожалению, у меня власти, даровать ей Святой Дух нет. И это как бы говорило о том, насколько человек подготовлен был к такому важному решению. Бывают люди, которые прямо вот готовы, и они потом наверстывают. Но мне кажется, что не нужно торопиться в таком вопросе. Да, точно. Да, я хотел бы ещё добавить, что ведь к Евангелию ты идёшь всю свою жизнь, и когда ты принимаешь крещение, ты проходишь через врата, как говорится ещё на Писании, ты вступаешь на путь узкий, и тебе нужно держаться там за перила, который из Священного Писания. И, конечно, в этом пути очень важно, чтобы был кто-то, кто мог тебя поддержать, помочь тебе. Если ты крестился, единственные твои друзья — это миссионеры, и они потом уезжают, а миссионеров, они часто переводят в другие районы, то ты чувствуешь, что ты одинок на этом пути, потому что часто бывает так, ну, признаемся, члены церкви, они живут в своём пузыре, и новых людей они не замечают, многие. Ну, или решают не замечать, или, не знаю, просто не знаю, почему. Это требует сил. Это требует сил, да. Особенно в больших приходах, где много людей, новые лица, они как-то постоянно приходят, уходят, поэтому, наверное, тяжело. Но это и задача миссионеров, на самом деле, помочь людям чувствовать себя как дома, познакомить с разными членами церкви. Да. И так далее. Поэтому, когда ты возвращаешься домой после миссии, ты уже понимаешь, с какими задачами изнутри, да, как вернувшись миссионеры, сталкиваются миссионеры, и когда они говорят, спрашивают у тебя, можно мы вас познакомим с одной сестрой, и она интересуется церковью. И тут ты понимаешь, что, конечно, что именно они имеют в виду, что это твой потенциальный друг в церкви, человек, который нуждается на сегодня в поддержке, а завтра, может быть, будет поддержкой для тебя. И ты можешь сам проявлять инициативу, приглашать в гости тех, кто недавно крестился, чтобы они тебя ближе узнали и, возможно, шире тебе улыбались в приходе, да. Поэтому миссионер, когда с тебя снимают призвание, он в тебе продолжает жить. И, конечно, важно это поддерживать. Мне очень нравится то, что сейчас в нашей с тобой жизни такой виток, когда нам снова хочется иметь вот этот дух такого миссионерского служения другим при разных способах, на сегодняшний день нам доступным. Это очень сильно подпитывает нашу личную веру, мою веру, твою веру. И также это может положительно влиять на жизни других людей. И это дорогого стоит. Это стоит того потраченного нами времени и усилий. Хотелось бы, конечно, верить, что то, что мы с тобой здесь начинаем, сможет поддержать кого-то. И, может быть, кто-то сможет найти ответ на свои вопросы, которые у него есть. Знаешь что? На самом деле я очень сильно верю в братство, в сестринство. И, возможно, мы, начиная что-то, делаем не совсем идеально или же не так, как это могло быть сделано. Очень хотелось бы, чтобы была какая-то обратная связь и проактивное такое участие. Потому что наша цель здесь и сейчас — помочь другим людям узнать больше о том, кто такие миссионеры, о том, что есть такая Церковь Иисуса Христа с этих последних дней. И, возможно, ближе друг к другу узнать, подпитывать веру друг к другу. То есть цели связаны исключительно с тем, что божественно. И вместе мы намного сильнее, чем по отдельности. Поэтому если у вас есть мысли о том, как и что могло быть сделано, какие темы могли бы обсуждаться на подкастах. Сейчас мы говорим о миссионерской работе, но есть множество других тем, которые мы могли бы обсудить. Кого пригласить в гости на подкаст онлайн, он доступен. Это может быть кто угодно. И это, конечно, ваша поддержка, которая может влиять на жизни многих людей. Ведь у нас сейчас часть жизни проходит в телефоне. И если есть контент, который такой, что ли сказать, направляющий к Богу, это здорово. Но ты чувствуешь, что ты не один, потому что, несмотря на то, то, что многие живут в больших городах, и люди вокруг постоянно есть, но все равно ощущение одиночества, того, что ты один несешь это бремя веры в Бога, что все остальные живут и делают, что хотят, на самом деле очень сложно. Поэтому когда есть такое комьюнити, такое сообщество людей, которые поддерживают друг друга, это, конечно, очень здорово. Да. Говоря про бремя веры, Христос говорил, «Бремя моё благо и иго моё легко». То есть, на самом деле, конечно, когда ты искренне обращен в веру, одиночество, оно рассеивается в твоей жизни. Вот, поэтому «Будем же едины». Христос говорил, «Если вы не едины, вы не мои». Поэтому мы всех приглашаем к этому проекту. Проявляйте инициативу и помогайте нам. Если у вас есть идеи, мы очень открыты для них. Спасибо, Ира, что ты присоединилась сегодня и тоже рассказал немного про свою миссию. Я надеюсь, что это только наша первая беседа, потому что беседовать про миссию можно долго и много. Но почему я выбрал эту тему? Потому что мне кажется, что человек, когда жертвует своё время для того, чтобы принести людям благую весть, он получает гораздо больше благословений, чем он думает, что он отдаёт. И когда он сталкивается с огромным количеством людей, и он видит их проблемы, и он видит, как Евангелие влияет на них, как оно может изменить их жизнь, тогда он сам становится сильнее в Евангелии. Это как учитель. То есть всегда учитель учится больше, чем ученик. И я бы очень хотел, чтобы те ребята, которые ещё не поехали на миссию, обязательно поехали. А те, кто поехали и вернулись, как вот мы с тобой, вернувшиеся миссионеры, чтобы они не забывали про свою миссию, и чтобы они были миссионерами каждый день. Потому что это как многие думают, что я закончил школу, я закончил университет, всё, я как бы своё тарабанил, мне уже не нужно учиться. Но учиться нужно всю жизнь, правильно? Потому что ты не можешь постичь всего, ты не можешь знать всё. Поэтому ты должен тратить постоянно время осознанно на то, чтобы учиться. То же самое с миссионерской деятельностью. Ты должен постоянно думать о том, что ты можешь сделать, чтобы, во-первых, себя напитать в первую очередь, чтобы из тебя прям лилось, и невозможно было остановить. Да, но вот это слово «должен» может некоторых оттолкнуть. Я бы тут небольшую корректировку внесла, что вот лично для меня подобного рода общение, оно приносит радость. То есть, да, возможно, в какой-то степени ты чувствуешь, что ты должен, просто потому что ты как чаша переполнен, и тебе хочется с другими говорить, вот как сейчас у нас с тобой такое состояние, и мы ищем такие способы, как это можно было бы сделать. То есть мне лично это… То есть я не устаю от этого, несмотря на то, что сегодня мы выкраиваем время между одними и другими заботами. Я точно знаю, что я мало того, что отдохну за время того, как мы это с тобой делаем, я ещё восполню как-то силы. Ведь это даёт силы мне, не так, что это прям меня опустошает. Какой-то прям долг, который ты обязана выполнить. Да, может быть, кому-то видится это долгом, но мне кажется, всё же это больше привилегия, это больше благословение и такая вот честь, возможность. Спасибо большое за то, что вы присоединились к нам, к нашему подкасту. Увидимся в следующий раз. Пока-пока. До встречи. Пока-пока.